Ксенофобия, язык вражды и дезинформация в условиях COVID-19. На факультете журналистики Одесской Юрокадемии в онлайн-режиме прошел круглый стол с международными экспертами и практиками, а также ведущими зарубежными организациями. Проблемы свободы слова, распространения ложной информации и фейков со студентами обсудили генсек Европейской Федерации журналистов, представители Всемирной Организации, Здравоохранения, ООН и Национального Союза журналистов. Подробнее в сюжете наших корреспондентов. В условиях карантина из-за пандемии COVID-19 в Одесской Юрокадемии для студентов всех факультетов и специальностей продолжаются лекции, семинары и конференции с привлечением зарубежных специалистов, но уже в цифровом формате. Факультет журналистики не стал исключением. На его базе прошла международная онлайн-конференция. В круглом столе приняли участие почти 100 человек. Это студенты, выпускники, преподаватели и профессоры факультета журналистики Одесской Юрокадемии. Спикеры обсудили проблему дезинформации в условиях распространения вируса COVID-19. Они дали практические советы журналистам на тему того, как правильно освещать события в период кризиса, бороться с расовой закриминацией и ксенофобией. Ученые и практики на реальных примерах показали, как в информационном пространстве распространяется ненависть, которая клеймит и уничтожает людей и социальные группы. Декан факультета журналистики Татьяна Кузнецова говорит, что специалисты такого уровня редко соглашаются проводить лекции в вузах. Их время расписано буквально по минутам. Несмотря на это, они нашли возможность и согласились поразмышлять над важными процессами в журналистике со студентом Одесской Юрокадемии. Интернациональные конференции с профессионалами в сфере журналистики для студентов – не новость, а традиция. Общение в таком формате с компетентными людьми значительно расширяет кругозор и позволяет выпускникам-журналистам успешно конкурировать на рынке труда, в том числе за границей. Минулого року у нас была профессорка из Собонского университета, которая была залучена благодаря сотрудничеству управления Верховного комиссара. Она приезжала до нас на конференцию, проводила лекцию, проводили круглый стол, познарное заседание. За минулого року до нас приезжал Рикардо Гутеррис, который сегодня был с нами на круглом столе. И была еще профессорка одного из проведенных университетов в Брюсселе. Мы также проводили для студентов встречи, круглый стол, они брали участь в пленарном заседании, и мы проводили медиа-форумы. Также залученный Сергей Томиленко, который всегда поддерживает нашу активность. Ключевый какой-то висновок от таких дискуссий – это то, что все равно необходимо для студентов, для молодых журналістов, понимать, что наша профессия имеет определенные стандарты, что мы хотим объективно информировать. И, соответственно, на этих встречах мы наголошуем за определенные последствия, за нашу ответственность за профессию, за то, что если будет распространяться дезинформация, неправдивая информация, то она матима наследки не только для репутации автора, но и она может впливать реально на жизнь и здоровье граждан. Во время первого визита Рикардо Гутьера в Одесскую юрокадемию на встрече с президентом вуза Сергеем Киваловым было принято решение о создании Центра правовой защиты журналистов. Это совместный проект юрокадемии Европейской Федерации журналистов. Отмечу, что студенты факультета журналистики с первого курса обучения участвуют в форумах, фестивалях и конференциях. Ежегодно в стенах Одесской юрокадемии проходит научно-практическая конференция молодых ученых при поддержке Национального союза журналистов Украины и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Молодежный фестиваль социальной рекламы «Инший погляд», успешно реализован проект от языка вражды к языку добра, при поддержке Министерства иностранных дел Германии проводятся фотопоэтические выставки. Мы сотрудничаем уже два года, и нам приятно сотрудничать. Если бы мы не хотели сотрудничать, мы не продлили бы это сотрудничество. Мы второй год предоставляем грант для работы по теме языка вражды в Южном регионе Украины. Общими рамками является предотвращение и борьба с языком вражды, отслеживание информации, проведение различного рода мероприятий просветительского характера, которые помогут журналистам, прежде всего молодым журналистам, которые находятся в периоде становления своего профессионального, выбрать правильные векторы, правильные ориентиры. Несмотря на пандемию, мы будем продолжать общаться в сети, либо физически, когда позволят условия. Начиная с первого курса студенты факультета журналистики могут проходить стажировку ведущих всеукраинских и региональных СМИ. Среди них более 100 информационных интернет-порталов и газет, около 50 радиокомпаний и телеканалов. При кафедре журналистики работают две учебные теле- и радиостудии, где студенты в реальных условиях отрабатывают практические навыки работы журналиста, создают и записывают собственные программы и проекты. На базе факультета появилась творческая мастерская – современная площадка для проведения различных мастер-классов и лекций. Имеется свое каворкинговое пространство, а также действует лаборатория прикладных пиар-технологий, в которой студенты могут не только познакомиться с новинками мировых пиар-технологий, но и принять участие в их разработке. Нарина Щегова, Константин Нечерет, телеканал «Репортер».